Доброе утро, уважаемые коллеги! Потому что в этом слое в основном и происходят все изменения, в том числе попилярные и неинвазивные образования. Первое, что выделим, это уротели, который состоит в норме из трех слоев. Гистологически мы видим обычно при сжатом состоянии, нерастянутом, это семь слоев. Самый верхний – это зонтичные и зенофильные клетки. Далее переходные петели и базальные. Затем идет базальная мембрана. И подслизистая основа. В подслизистой основе важно помнить о том, что есть мускулярис мукоза. Это мышечный слой по слизистой основе. Он представлен нежными мышечными волокнами, не выраженные зенофильными, толщиной в несколько клеток. Если этот слой не выражен, также эта граница нам будет позже нужна, здесь встречаются венозные восплетения. И чтобы рука не дрогнула у патолога, поставить после трансруктуальной резерции перфорацию в норме, может встречаться жировая здоровая ткань в области мышечной оболочки, а также в подслизистой основе. Она обычно ассоциирована с сосудами и располагается в виде единичных клеток, либо обширных полей. Правильный диагноз патологоанатомический состоит из нескольких пунктов. Это достоверной и обширной клинической информации, хорошей стандартной окраски препарата микроскопа, либо скана препарата и, собственно говоря, патолога. О чем я здесь хотела сказать? О том, что любой диагноз на уротелиальных образованиях может быть поставлен на классической стандартной окраске. Для этого нам не нужно применять дополнительные исследования, такие как иммуногистохимия, фиш. Все это может быть только в помощь и до сих пор не принято как стандарт. Клинические данные, которые мы обычно ждем от клинициста, это помимо возраста и пола пациента, откуда взят материал. Почему это важно? Потому что, например, подслизистая основа будет менее выражена в треугольнике и в шейке мочевого пузыря. А значит, здесь и инвазию мы будем искать немножко по-другому и субстадировать ее. И, например, подслизистая основа более выражена в куполе мочевого пузыря. А также нам нужен анамнез, какие были до этого образования и были ли. Может быть, циститы в анамнезе. А также все проведенное лечение у данного пациента. Это неудивантная химиотерапия, предшествующие трансуратуральной резекции и лучевая терапия, даже если она была проведена на соседних органах. И, таким образом, мы сегодня обсудим неинвазивное уротелиальное образование. Это уротелиальная папиллома, папиллярная уротелиальная неоплазия низкого потенциала злокачественности, логрейт и хайрейт уротелиальные неинвазивные карциномы. По каким критериям мы будем их дифференцировать? Это архитектура, сложность их папиллярных структур, клеточность, а именно количество слоев, полярность относительно базальной мембраны, атипиоцитологическое количество и уровни метозов, наличие и отсутствие зонтичных клеток и некрозы. Первое – это уротелиальная папиллома. Она представлена архитектурно из простых, не ветвящихся практически сосочков, у которых мы видим выраженный фибровоскулярный корс с сосудами. Выслана уротелиальная папиллома нормальным уротелием. То есть мы видим, что это не более 7 слоев клеток. Покрытый самый поверхностный слой – это выраженные зонтичные клетки, у которых может быть иногда выраженная цитологическая АТП. Они бывают двуядерными. Также клетки в слое ориентированы перпендикулярно к базальной мембране. Это тоже очень важно для уротелиальной папилломы. Чаще всего они наблюдаются в задней и боковой стенке, очень редко рецидивируют и еще реже прогрессируют. Чаще они наблюдаются либо у пациентов в молодом возрасте, а также еще более часто мы их наблюдаем у детей. Панламп – это папиллярная уротелиальная анеоплазия низкого потенциала злокачественности. Почему она так называется? Она редко прогрессирует, но очень часто рецидивирует в 35% случаев. Она также состоит из слабоветвящихся, очень редковетвящихся папилл с выраженным фиброваскулярным кором. Ацетологически выстилка напоминает здоровый уротелий, просто слоев здесь будет больше. По сути, это гиперплазированный нормальный уротелий. Также сможет быть разной выраженности, покрытый и наличие может быть разной выраженности зонтичных клеток. Стратификация выражена и полярность клетки расположены перпендикулярно базальной мембране. Это тоже очень важно. Метозы могут встречаться только в базальных отделах слоя. Уротелийальная неинвазивная папиллярная карцинома low-grade. Архитектурно она уже сложнее, сосочки ветвятся более сложно. Также могут наблюдаться сливные папилы, например, вот здесь. Мы видим, сосочки ветвятся в разные стороны, древовидно. И фиброваскулярный кор очень слабо выражен в виде тонкой полоски. Цитологически АТП не выражена. Здесь уже наблюдается полиморфизм от слабого до умеренного. Стратификация может быть нарушена от слабой до умеренной степени. Ядра чуть больше нормальных клеток. Метозы встречаются нечасто. Могут встречаться они в любом слое, на любом уровне. Моногометозов low-grade мы встречаем крайне редко. И вот же, опять же, цитологическое АТП не очень выражено, но здесь выражено нарушение стратификации. Мы видим, что клетки разнонаправлены по отношению к базальной мембране. А полиморфизм ядерный не особо выражен. Он здесь слабый. И подведем такой подытог. В основном мы проводим диагноз между папилломой, панлампом и low-grade. На чем мы основываем? Помимо возраста и пола, в молодом возрасте и у детей чаще папилломы и панламп. Во взрослом и у пожилых папилломы и папилломы это редкие образования. Также мы архитектурно их выделяем. Простые слабоветвящиеся папиллы наблюдаются при папилломе, панлампе. Более сложные сливные папиллы мы встречаем при low-grade. Также мы обращаем внимание на фибровоскулярный корр, на количество слоев. Количество слоев важно для диагноза панлампа и папилломы. Наличие и отсутствие зонтичных клеток может нам помочь. Метозы, повторюсь, в уротелиальных папилломах отсутствуют, в панлампе только в базальных отделах. Полиморфизм в папилломах и панлампе не выражены, вообще отсутствует. В low-grade папиллярных карциномы он слабый либо умеренный. Полярность клетки сохраняют в папилломе, в панлампе. В low-grade слабое нарушение. Неинвазивная уротелиальная карцинома high-grade. Архитектурно она еще более сложная, больше сросшихся папил. Цитологический полиморфизм клеток от среднего до выраженного. Могут встречаться некрозы, ядра крупные с выраженными ядрышками. Множественные метозы на всех уровнях слоя папилы. Также мы не обращаем внимания на толщину слоя. Например, бывают формы high-grade неинвазивной папиллярной карциномы с денудированным покровом. Как вот здесь мы видим сохраненные коры папил и единичный сохраненный уротели. Основная сложность в определении крейдинга у нас наблюдается диагнозом между low-grade и high-grade. Если бы мы были в идеальной вселенной, это было бы все проще. Единственный критерий, который не имеет серых зон, это некрозы. Некрозы наблюдают стоков high-grade. Все остальные критерии мы оцениваем в совокупности признаков. То есть если мы имеем образование со средним полиморфизмом и с редкими метозами, то оно подпадет в low-grade. И наоборот, если сюда же добавить уже выраженное нарушение стратификации и полярности, то это будет уже high-grade. Какой grade мы выберем? Если, например, мы видим, что образование преимущественно представлено low-grade карциномой, и есть единичный фокус high-grade, так вот, high-grade мы поставим в том случае, если он составляет более 5% объема опухоли. И также все инвазивные карциномы, инфильтративные, считаются high-grade. Но это больше про инфильтративные формы, не про пепиллярные. Например, особая форма гнезный вариант. Она цитологически очень спокойно и попадает под классификацию, наверное, больше low-grade, но это очень часто рецидивирующая и глубоко инвазирующая и агрессивная карцинома. Поэтому она будет считаться клинически как high-grade. Перед тем, как мы перейдем к обсуждению инвазии, есть такие формы, как инвертированные папилломы. Инвертированным образованием может быть любое, по сути. В чем смысл? В том, что уротелиальная обычная папиллома – это вывернутая наизнанку инвертированная папиллома. То есть здесь в инвертированных формах базальная мембрана по отношению к уротелию, она снаружи. И уротели располагается внутри от мембраны. В чем сложность? Инвертированный не равно инвазивным. То есть это особое эндофитное образование, также доброкачественное и также неинвазивное. Инвазия – это второй камень преткновения при постановке диагноза. И самая сложность заключается именно в категории ПТ-1. Какие могут быть подсказки и что нам идет в помощь, когда мы определяем инвазию? Это, во-первых, небольшие гнезда с неправильными контурами, также могут быть тяжи клеток и, естественно, отсутствие базальной мембраны. Вот здесь мы видим гнезда небольшие с неровными контурами. На этом слайде есть точно фокус инвазии. Вот здесь мы видим, что это тяжи клеток с неровными контурами гнезда. Они становятся более эзенофильными. Но ситуации бывают сложные. Например, как вот в этом участке строма, как бы мы могли оценить этот участок? Если бы не было бы вот этих достоверно инвазивных фокусов, этот участок лучше все-таки не записывать к инвазивному фокусу. Мы видим, что здесь контур неровный, вроде они более эзенофильные, но нет никакой реакции стромы сосочка. Поэтому при любой оценке патолог должен использовать контекстный анализ изображений и всех препаратов, которые у него имеются от данного пациента. Про эзенофилию клеток здесь очень хорошо видно. Клетки, которые уже синвазировали, они приобретают более эзенофильную цитоплазму. А также может наблюдаться реакция строма, иммунный ответ и особые артефакты ретракции в инвазивных фокусах. В настоящее время предложено субстодирование ПТ-1. Есть несколько путей. Анатомический он основан как раз на уровне инвазии по отношению к мускуляре с мукоза. Раньше было трехступенчатое, сейчас осталось двуступенчатое. В чем смысл? ПТ-1А, когда инвазивный участок доходит до мускуляре с мукоза, но не проходит и не инвазирует в нее. ПТ-1Б это с инвазией в мускуляре с мукоза и глубже. Также есть количественные способы оценки инвазии. Первый – это глубина в миллиметрах считается перпендикулярной поверхности. Слизистой оболочки. И второй способ – это измерение размера инвазивного очага. Будет выделять микроинвазивную и обширную в зависимости от размера этого фокуса. Субстодирование проводить крайне сложно. Во-первых, сейчас я к этому еще раз вернусь, почему это сложно. ВОЗ от 2016 года рекомендует использовать субстодирование, но не говорит о каким способом мы это будем делать. И группа международная по репортингу опухолей предлагает использовать и анатомическую, и количественную оценку инвазии в ПТ-1. Какие же будут трудности? Естественно, это различные артефакты тканевые, отсутствие подслизистой основы. Также это может быть тангенс, либо если биопсия взята слишком поверхностно при ретурах. Если биопсия взята слишком поверхностно, то патологу необходимо указать о том, что он видит, например, неинвазивную карциному без подлежащих тканей. Обязательно об этом нужно указывать, что мы не можем оценить достоверное отсутствие или наличие инвазии. Например, здесь на левом слайде мы видим фокусы инвазии, но субстодировать мы их не можем, потому что препарат не ориентирован в фрагмент и с выраженными артефактами физического воздействия. На правом слайде вот этот участок не нужно учитывать как инвазивный. Это, скорее всего, не скорее всего, это тангенс. Если вы смущаетесь, вам недостаточно того, что вы видите, например, базальную мембрану вокруг этого участка, закажите дорезку препарата глубже. Это, может быть, вам поможет. Достоверный фокус инвазии. Вот здесь мы видим нечеткость контура и оно более зенофильное. Также при оценке не нужно забывать про дивергентные дифференцировки, например, плоскоклеточные. Она может быть очень выраженной. И важно помнить, что если мы видим препарат, который представлен преимущественно плоскоклеточной дифференцировкой, но мы видим, например, около 5% уротилиальной карциномы, либо карциномы инситу, то мы ставим диагноз как первичная уротилиальная карцинома с выраженной плоскоклеточной дифференцировкой. Это важно. И указываем процент дивергентной дифференцировкой. Также встречается глондулярная дифференцировка. Она может быть разной степени выраженности. Это могут быть начало фиброза и выраженные сформированные железы. Что здесь важно? Также, если мы видим в составе уротелиальную карциному, то это уротелиальная карцинома с глондулярной дифференцировкой. Если мы видим чисто глондулярную дифференцировку опухоль кишечного типа, то нам может помочь локализация этой опухоли. Например, если это передняя стенка либо купол, необходимо проводить диффитиарно с карциномами урахуса. Также необходимо запрашивать анамнез данного пациента, чтобы исключить вторичное поражение ткани мочевого пузыря. Светлоклизальная дифференцировка также может встречаться, но в 2016 году выделили опухоли мюллерового типа как отдельные, поэтому при исследовании необходимо внимательно искать уротелиальную карциному в таких ситуациях. И что касаемо репортинга, что мы должны обязательно указать про уротелиальную, я уже сказала, обязательно указываем процент других типов, наличие или отсутствие мышечного слоя стенки, если это трансуротелиальная резерция. Также мы указываем обязательно фоновые состояния, наличие и отсутствие лимфоваскулярной инвазии – это очень важный пункт. И в настоящее время нет рекомендуемых дополнительных исследований, которые мы могли бы железно использовать, и это могло бы нам помочь в дифф диагнозе между low-grade, high-grade, инвазией или неинвазией. На этом у меня все. Спасибо большое.